МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шалом! С вами снова информационно-аналитическая программа Шавуатов и я, Татьяна Исакова. Мы готовы рассказать вам о самых интересных и значимых событиях за минувшую неделю. Но для начала коротко о главном. Да здравствуют знания, у общины Бать-Сфороди теперь есть собственный образовательный центр. Песок для всех, иудеи-столицы, вместе с представителями других конфессий вступили в праздничный марафон. Золотая нота Игоря Сандлера, музыкальный продюсер, показал свой способ зажигать звезды. И еще раз вспомним о самом веселом еврейском празднике. У нас видеокалаш из лучших моментов Пурима. Начнем с радостного события в горско-еврейской общине Бать-Сфороди. На минувшей неделе представители еврейской общины, живущие в подмосковных котельниках и районе Белая дача, получили грандиозный подарок – трехэтажный образовательный центр. Новоселье отметили с размахом. Церемония открытия собрала более ста человек. Среди гостей было много уважаемых раввинов и известных еврейских деятелей. Центром торжества, безусловно, стал инициатор этого духовно-образовательного проекта президент благотворительного фонда Стмеги Герман Захаряев. Он дал понять собравшимся, что подобный центр лишь первый, в ближайшем будущем появятся другие. Моя коллега Евгения Радина осмотрела класс и порадовалась за детей, ведь помимо фундаментальных религиозных знаний, им дадут еще и обычные, житейские. Для девочек, например, предусмотрены гастрономические уроки, а для мальчиков – занятия спортом. В котельниках свои двери открыл еврейский образовательный центр общины горских евреев Бать-Сфороди Белая дача. Центр открыт по личной инициативе и при поддержке президента благотворительного фонда Стмеги Германа Захаряева. В церемонии открытия образовательного центра приняли участие более ста человек. Среди уважаемых гостей были главный раввин Москвы Раф Пинхас Гольшмидт, заместитель главного раввина Москвы Раф Шимон Левин и многие другие важные и узнаваемые лица. После того, как прозвучала молитва, Раф Пинхас Гольшмидт и президент фонда Стмеги Герман Захаряев закрепили мезузы на дверях общинного центра. Затем все присутствовавшие с интересом осмотрели учебные классы. Гостей ждал праздничный стол, за которым звучали поздравления и пожелания процветания горско-еврейской общины Москвы. Герман Захаряев поблагодарил всех, кто пришел на новоселье и подчеркнул важность единства общины горских евреев. С Божьей помощью наша община все развивается, развивается. Мы идем вперед, мы думаем. Мы не думаем только о себе, мы думаем о детей, естественно. Мы думаем о том, как так сделать, чтобы наше поколение, которое идет, она жила по еврейским традициям и по еврейским законам. Дай Бог, чтобы каждый год как минимум два таких вот ищи, или как называемых, колено, чтобы открывался. Раф Пинхас Большмидт поздравил представителей общины и вручил Герману Захаряеву памятный подарок. Главный раввин Москвы отметил сплоченность горско-еврейской общины, которая чтит традиции предков из поколения в поколение. Микрорайон Белая дача выбран не случайно. Здесь живет большое количество горско-еврейских семей. Образовательный центр разместился на трех этажах здания. Для комфортного времяпрепровождения и обучения есть все. Здесь есть специальные учебные классы, и детские комнаты, душевые кабины, современно оборудованная кухня и даже спортивные тренажеры. Здесь еще слегка пахнет краской, но буквально через несколько дней этот класс заполнится детьми, которые придут сюда, чтобы прикоснуться к законам еврейской жизни. В очень скором времени образовательный центр заживет настоящей еврейской жизнью. Молитвы, уроки торы, лекции, мастер-классы, а также встречи шабатов и еврейских праздников. Особое внимание будет уделяться обучению женщин и детей. Чтобы был доступ, женщина еврейская могла в любой момент прийти сюда и посидеть с нашим Раббанит, и поучиться, и познавать иудаизм сблизи. Здесь будут проходить и лекции с нашими уважаемыми раввинами. Здесь будем принимать гостей из всех концов мира. Ребята смогут заниматься под руководством опытных педагогов, как в группах, так и индивидуально. Для женщин будут проводиться мастер-классы по выпечке халы. В течение ближайшего полугода планируется открытие общинного центра в Жулебино. Чтобы хорошее настроение не покидало вас и дальше, мы приготовили еще одну порцию хороших новостей. Собственно, позитивный информационный повод известен всем. Это грядущий праздник свободы Пейсах. В этом году он выпадает на конец апреля. В Москве пасхальный марафон официально стартовал 31 марта. Слово «Пасха» здесь фигурирует не просто так. Ведь марафон межконфессиональный. Наравне с иудеями в нем принимают участие и католики, и православные. Моя коллега Татьяна Ларцова вступила в праздничную эстафету в мемориальной синагоге на Поклонной горе. Пример религиозного сотрудничества пришелся ей по душе. Фрагменты из еврейских богослужений, духовное песнопение и католические псалмы звучали в стенах мемориальной синагоги на Поклонной горе. Здесь собрались представители сразу нескольких конфессий иудаизма, православия и католичества. Для гостей пасхального марафона они провели небольшой экскурс в историю традиционных мировых религий и высказали общую мысль, что сила народа заключается в его единстве. Это не совсем обычная ситуация для сегодняшнего мира, когда представители разных конфессий, представители разных общин собираются в одном месте. Для нас это большая честь видеть вас всех в синагоге нашей. Мы должны уважать традиции, обычаи, по которым живут другие люди, другого цвета кожи, другого розыза глаз, другого расповедания. К этому пасхальному марафону мы должны пойти с добрым сердцем. Будем же добрыми, веселыми праздничными во имя того, чтобы наша страна процветала и была для нас всех единой Родиной. Мне кажется, вот этот пасхальный фестиваль, пасхальный марафон, это действительно ответ, причем ответ, на который Господь дает нам благословение всем, найти вызов. И нам в этих вопросах нравственных, конечно, надо быть вместе. Будем просить о том, чтобы для множества людей И вот через этот пасхальный марафон эта победа прозвучала в сердцах, наполнила их и души, и жизнь. Мысль взрослых о мире через песню выразили и дети. Верно, что без слез, при тебе, без войны, Дать из твоей вины, мы все изменили, как в жизни. Марафон – это благая весть. И я хочу, чтобы эта весть была о нашей надежде, о том, что в новом мире не будет вражды между народами, языками, культурами и исповеданием. На торжественном открытии межконфессионального пасхального марафона выступил певец и актер Михаил Мостов. Чуть ли не с первых строк песни он сумел заразить весь зал своей сумасшедшей энергетикой. Конечно, такие марафоны надо проводить, и надо это как бы распространять повсеместно. Я в восторге. Я очень довольна. Я обязательно на будущий год, будем живы-здоровы, приглашу своих кузников сюда обязательно. Мне очень нравится. Для детей в этот день организовали еще несколько мастер-классов. Вот здесь, к примеру, ребята лепили из пластилина героев мультфильма «Ноев ковчег». А под руководством преподавателя Ирина Фишгойт дети делали вот такие вот необычные картины. По словам гостей мероприятия, московский межконфессиональный пасхальный марафон с каждым годом становится все интересней. И было бы здорово, чтобы четвертый пасхальный марафон стал уже всероссийским. Мы продолжаем. Шавотов. Считаете, что ваш ребенок красиво поет и хотите, чтобы он занял достойное место на просторах шоу-бизнеса? Этот сюжет для вас. Моя коллега Инна Изыхеева познакомилась с человеком, который уверяет, что знает, как проще обойти все тернии и добраться к звездам. Это музыкальный продюсер Игорь Сандлер. Наша съемочная группа побывала на конкурсе, который Сандлер организовал для поиска талантливых детей. Состав жюри не хуже, чем в раскрученных программах федеральных ТВ. Барри Алибасов, Линду, Никита Пресняков и Родион Газманов. Попасть на «Золотую ноту» тоже круто. Она имеет международный статус. А вот оказаться здесь гораздо проще. В нашем сюжете все подробные инструкции к действию для детей и их родителей. Итог стараний тоже покажем. В продюсерском центре Игоря Сандлера прошел пятый международный конкурс «Золотая нота». На него съехались десятки талантливых солистов из разных уголков земного шара. У каждого из них одна мечта – стать звездой. Сегодня к нам приехали из Швейцарии, из Хорватии, из Израиля, из многих республик, более 30 городов России. И, в общем-то, это действительно набирает обороты очень серьезно. Конкурс «Золотая нота» действительно набирает обороты. Это видно и по участникам, и по количеству звездного жюри. Знаменитые продюсеры заинтересованы в конкурсе, ведь для них это настоящий клондайк, на котором можно найти самородок. Я всегда говорю педагогам, не пытайтесь из ребенка сделать себя. Дайте возможность ребенку быть самим собой, и тогда у вас получится необыкновенный, талантливый персонаж. Основные задачи музыкального конкурса «Золотая нота» – привлечь талантливую молодежь и дать им возможность пообщаться со звездными жюри. В этом году оценки юным талантам ставили Барри Алибасов, Родион Газманов, Линда, Никита Пресняков и многие другие. Именно они следят за тем, чтобы конкурсанты думали не только о вокале, но и об образе, о смысле песни и контакте со зрителями. Несколько ребят было, которые действительно чувствуются, что у них есть большой потенциал, если у них не перегорит это, потому что обычно чем раньше начнешь, тем раньше оно может потом и перегореть. Поэтому дай бог им светлая дорога будет. Конкурс «Золотая нота» отличается и тем, что на него может попасть любой желающий. Здесь нет жесткого отбора, как, к примеру, на музыкальное шоу «Голос». Главное – вовремя зарегистрироваться, иметь стальной характер, волю к победе и чуточку везения. Главное – не получить какое-то место, а главное – просто выступить от души. Никто из участников не остался без внимания. Каждый получил подарки от организаторов. А победители конкурса получили возможность выступать на больших сценах со звездами и приглашены в проекты продюсерского центра. Для кого-то конкурс «Золотая нота» станет первым шагом к звездной карьере. А тем же, кто в этом году не стал фаворитом, есть шанс попытать счастье еще раз. В завершении выпуска «Стмыги ТВ» дарит своим постоянным зрителям несколько минут праздничной ностальгии. Вы сможете вновь окунуться в атмосферу самого веселого еврейского торжества. Для ощущения полноты погружения можете запастись хрустящими ушами «Амана» и бокалом вина. Итак, запускаем кнопку «Повтор». Пурим. Снова начинается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова